Накануне молодая Екатеринбурженка Женя, 30-летняя парикмахерша с Елизавета вместо обеденного перекуса, вся в крови и с разбитой головой была доставлена на скорой больницу. На 30-летнюю женщину, которую вечером дома, как обычно ожидали муж и двое детишек, 60 лет от роду, с крыши пятиэтажки на Бесерской 4, рухнула большая, потаявшая на солнце, ледяная глыба. В тот же день, но двумя часами позже, в Каменске-Уральском, большой снежный ком сорвался с козырька балкона на пятом этаже на улице Каменской и рухнул на голову мальчика. По предварительной информации, у ребенка сотрясение мозга, и этот факт подтвердили в полиции. Что же касается ледяной глыбы Елизаветинской заморозки, как рассказала сама Евгения подбежавшим к ней прохожим, когда она вышла из парикмахерской и шагнула на тротуар, над головой она услышала громкий треск, а через секунду-другую почувствовала сильнейший удар по голове и по плечу. За мгновение до того, молодая женщина, предчувствуя неладное, вздернула руки, чтобы голову прикрыть, но льдина слишком большой и тяжелой оказалась. Пока поверженная льдом Евгения лежала на тротуаре, к ней подбежал мужчина, затем женщина-фармацевт из аптеки в том же доме с бинтами в руках. В больнице врачи зашили на голове Евгении рваную рану, сантиметров 12 в длину. Вскоре в лечебнице появились сотрудники, управляющие компанией «Чкаловская», в чем ведение находится тот самый дом с ледяной крышей. В коридоре, как уточняет городской портал, они пообщались с матерью пострадавшей женщины Натальей, предложили помощь и даже путевку в ведомственный санаторий для ее дочери. В комментариях Е1 коммерческий директор УК Дмитрий Козлов уточнил, что они намерены поискать камеры на фасадах окрестных домов, чтобы понять, как все произошло. По словам коммунальщика, крышу этого дома от снега и льда чистили неоднократно. По словам Евгении, после того, как она в себя придет, она намерена жалобу в прокуратуру написать. Дескать, из-за произошедшего она какое-то время не сможет на работу ходить. Кстати, сегодня утром, как заметил один из наших экспертов, возле дома на Бесерской 4 наблюдалась заметная активность коммунальщиков. К дому даже подогнали автолестницу с поднебесной люлькой. В общем, все как всегда в России матушке. Гром грянул, мужик перекрестился. А ведь за день до того в центре Екатеринбурга на Горького ледяная глыба ушибла от дачи МТ молодую женщину. А до этого на проспекте Ленина ледышка рухнула на голову пожилой дворничихи. А еще раньше на Куйбышево льдина едва не разбила коляску с 4-месячной малышкой. Мама, которая едва успела дернуть в сторону мобильную уличную детскую колыбель. Если и этого покажется мало, можно вспомнить пенсионерку, которая с Уралмаша приехала в центр города зубы подлечить. Из фасада ратуши на нее рухнул лед. Да так, что щеку располосовал как ножом. Пришлось швы накладывать. И ведь от первого высотно-ледяного ЧП до пятого и месяца не прошло.